добрый день всем как раз посмотрю что у меня там сзади чем немножечко работаю но он как всегда на своем месте бабушка у меня там сушится и работаю в общем везде работают тут работаю и кстати мне заказ надо сделать напомнила сама себе и знаете что на комментарии тоже поотвечала и про мэршу то про то что знает ли она что у меня канал в общем вчера мы с недим там разговариваем так как мы надолго здесь сидела разговаривали поговорили обо всем на свете и что-то заговорили про социальные сети ля-ля-ля-ля то поля а началось все с того что ходит ли она там пиво пить ну как вот каждый испанцы знаете они же любят под за тап их по тапам походить то есть пиво выпить тапы поесть и она такая я уже сначала этой пандемии никуда не выходила и никуда не хожу вот никакие тапы потому что говорит знаешь как это где-нибудь тебя заснимут без маски или еще что-то там на придумают говорит и все и потом раздуется все это в социальных сетях и вы знаете прям правда задумалась грубедные политики вот и действительно я об этом даже не задумывалась да она вот ну как бы действительно так у нас тут однажды президент или кого-то там застукали что он где-то там без маски такой раздули вот и что она никуда не выходит чтобы вот не был не провоцировать как говорится и вот я и говорю что-то про кан и говорю ой а у меня это канал есть на ютубе она такая да я говорю да она ночью там снимаешь почему-то все думают что я снимаю про парикмахерскую я говорю не я влоги снимаю она ну ты мне пришли потом это свой адрес как не адрес а ссылку на канал конечно она не будет смотреть какое она она же не времени совершенно нету она мама ее говорила часто у меня она тоже мама ее ко мне ходит говорит что она ее вообще не видит она чаще дочь видит который в канаде живет чем свою здесь вот поэтому даже не заморачиваться не буду но вот она она такая у меня тоже есть разные меня кроме тик тока тоже есть и социальные сети но есть я вот я подписан на нее фейсбуке но это все не то потому что им вот так вот я мы с ней разговаривали говорю ну да ну здесь все на ты даже смершим я говорю тебе сложнее потому что я-то могу послать нахер кто мне там не понравится говорю а тебе уже так такой номер не пройдет надо выслушать она говорит да и кур тяжелые у вас времена наступили много да вообще вот она у нас уже второй срок по четыре года то есть уже по моему в прошлом году выборы были в общем здесь каждый что у нас смотрели второй срок женщина что в этот она тоже второй срок в общем вот так ладно буду я продолжать пока вспомнила что мне нужно заказ оформить и его сделать чтобы до конца потому что на следующей неделе уже праздники все пошла работать смотрите какая погода замечательная сейчас еду в лерой мерлин купить чтобы лампу приделать как я вчера говорила там переключатель посмотреть что это не там все столпились то я не пойму а еще не пойму куда мне идти что и время искать как это называется поэтому ухожу как дурак смотрю сейчас я наверно у него спрашиваю мужчина меня сюда отправил конечно могут может два муж мог бы купить это ну когда это он и все это сделает следующем году я вот мне надо вот сейчас чтобы он пришел и быстро сделал так куда же смотреть а вон там может быть ладно буду искать друзья если увенчается все успехом а это увенчается успехом я дотошная то вы обязательно об этом узнаете о она эта лампочка о подождите-ка что единственным экземпляр что ну прикольно надеюсь это то что нужно это вот лампочка но в принципе это тоже можно угодиться лампочку можно убрать и все сейчас я им фотку вышлю пускай мне говорит это это или не это я думаю что это купила и то и другое короче из кабеля без кабеля сейчас налью вещец они такие у меня вкусные наверное густые со сметанкой смотрите ой в общем шикардос блин как взять-то о какие-то одних костей наложила в общем и пока будет разогреваться белье пойду повешу я с утра поставил чтобы стирка была и все к вечеру пойду на работу опять там русская девочка позвонила ее надо покрасить и с дочкой она придет потому что дочка в школу ходит и в общем она освобождается только в три вечера не хочу сильно возиться в это щах потому что они протиснуть могут как я давно это не ела хлебушек себе достала бородинский кусочек у меня здесь есть знаете чё хрен хрен тебе по голове хрен в риды в лиды ли брала вот он прям ядреный это у меня обычно там еще есть со сливками слюнки текут об одном только разговоре и вот чем так надо запутать свинья свинья какая я свинья хрюшечка какая я хрюшечка какая я я просто обычная я свинья песенки на любой лад на какой хотите а а а а а а а а а Тестирую жилетку. Очень тепленько, вы знаете, у меня всегда мерзнет. Нос, пятая точка и уши. Пятая точка закрыта, уши закрыты и нос тоже. Что может быть лучше? Тепло, хорошо. У нас в принципе не холодно, но ветер ледяной. И поэтому приходится то снимать, то надевать капюшон. Смотрите, как у нас красиво. Картина Репина. Приплыли. И меня на море прям ветер такой, ничего не продуло. Так что вообще вот на нашем климате вот эти вот жилетки я раньше как-то не покупала. А сейчас у меня их штук пять. И в общем я, это самая оптимальная одежда. Вот, потому что как бы и не холодно, и не жарко. В общем нормально. И главное, чтобы был капюшон. Чтобы ушки на макушке не мерзли. Такое ощущение, что кто-то идет сзади. Еду тут такая, и знаете, слово такое есть, интересное, вот в испанском языке. Дудар. Дуду. Йо дуду мучу. Сильно сомневаюсь. Дуду. Ну, какой-то, да? Как дудеть. Вот, что-то там, вы знаете, в мыслях я думала, думала. Я, кстати, знаете, когда я приехала и думала, что я буду знать, что я, ну, хорошо говорю по-испански, когда мне будут сниться сны. И я помню, когда мне это приснилось, не помню что, но вот я просыпаюсь с такой уверенностью, что половина сна была на испанском. Я такая, офигеть, я так здорово знаю испанский. Хотя в то время я его не очень хорошо знала. Вот, и не было никакого интернета, ни гугла, ничего. И, в общем, ну, вот мне во сне какие-то слова там, и знаете, и даже слова такие приснились, что я их, например, может быть, где-то услышала в течение дня, но значения я его не имела. Ну, не имела, не знала. А вот во сне я прям вот чётко знала, что значит это слово. Просыпалась и всё, я вот потом лезла в этот, у нас словари разные, мы их чуть, знаете, не по наследству передавали, там какие-то тетрадки. Вот, ну всё это я не учила, всё это как бы благодаря сериалам выучила испанский язык там и общению, естественно, с родственниками. И вот сейчас что-то сижу, думаю такая, думаю, и потом думаю, классное слово, надо поделиться. Дудар, дудар, дуду. Я дуду мучу. Сильно сомневаюсь. Там, например, о, я тебя так люблю. Ты кьеру танто. А ты им отвечаешь. Хм, дуду мучу. Сильно сомневаюсь. Такая очередь, у нас тут пробка стоит во въезд в наш город. Вот, ну я поеду в другую, с другого въезда заеду. Так что есть много разных слов таких интересных, таких смешных. Вот, но я настолько к ним привыкла, что я даже не нахожу их смешными. А вот в ТикТоке мне постоянно попадаются какие-то блогеры, которые обучают испанскому языку. И вот они там, да, эти слова как бы, вот там смотрите, какое смешное слово. И думаю, ведь и правда смешное. Вот. Сейчас какое бы... А сейчас просто в голову никакое не приходит. У меня такие руки грязные. Точнее, не грязные. Я покрасила девочку в черный цвет. И руки с ногтями у меня просто жесть. Трындец. Крашу я в перчатках, но вот мыть голову мне не нравится в перчатках, поэтому руками. Ручками, ручками. Все едут. У нас там... Там магазины всякие разные. Алькан, Поки, Аби, Спринтер, в общем, Лидл. И у нас вот все с деревень едут туда. На шопинг. А не к нам, а мы в Гранату. Вот так и живем. Ты туда, и сюда. Сюда их. Но Дудария, но Дудария... Нет. Там... Песня хорошая, но не помню. Но Дудария без сомнения. Вот. Но Дудария без сомнения. Ладно. Немного поучила вас. А то еду тут себе, еду. Что-то скучно. Никакого разнообразия. Очень не люблю, когда меня обгоняют. Очень не люблю. Очень не люблю ехать за кем-нибудь, и когда меня обгоняют. Типа, что это я так медленно еду, что меня все обгоняют? А потом приходит штраф. За превышение скорости. Угу. У нас там, смотрите, елочка. Вообще, надо вечерком как-нибудь пройтись и прогуляться. В принципе, эта елка была в прошлом году тоже. Там что-то вот так в нее можно войти, фотки наделать. Вот видите? Там такой проход есть. И, в общем, вот такая вот у нас елочка. Зажгись. В принципе, покрасили, покрасили, украсили нормально. Все везде горит, полиция там. А я тут с камерой такая. Тра-та-та, тра-та-та. А еще вот, смотрите, какая красота. Тоже надо ее сфоткать. У нас тут опять стреляют, да. Я, если честно, не слышала. Он уже спрашивает, говорю, что я гляжу, что-то Чарли жмется ко мне, жмется как-то непонятно. Я говорю, что это, кто салют, что ли, пускает, он говорит, да, пульнули один раз. Хотя, говорит, запрещено. Ну, пасам надо, мне, не, не. Запретили и все дела, но все равно пускают. Ясно. Ну, пасам надо. Да. Только вот боится и все. Боится он всяких этих выстрелов. Поэтому для меня, когда Новый год или Рождество, куда-то ехать, это просто жесть. Потому что мне так его жалко. Мы тут все закрываем, жалюзи, двери, все-все закрываем. Оставляем телевизор на всю, на громкость, чтобы он ничего не боялся. Но все равно переживаем. Зато эти праздники, будем сидеть дома, да, и ничего не будет страшно. Сейчас муж поест и пойдем свет лепить. Я же это, нетерпеливая, мне нужно его сегодня обязательно прилепить. Как-никак, я его купила еще вчера. Была бы моя воля, если бы я знала, как его лепить, я бы уже его давно прилепила. Но можно, конечно, разбираться, разобраться, но я буду разбираться дольше, чем, короче, чем вот ждать. У вас тоже собаки так боятся всяких взрывов? Так жалко. А еще вообще странно. Обычно мы когда едим, то Чарли всегда рядом с нами, потому что вдруг ему вкусненький какой-нибудь кусочек перепадет. А тут я хожу, белье раскладываю, а он ни там, ни на кухне, думаю, очень странно, лежит там на своей кровати. Скажи всем, все, скажи, я боюсь чуть-чуть. Духами моими пахнет. Сейчас прилепим свет, я вам все покажу. Ну что, да будет свет, сказал электрик. И перерезал провода. Смотрите. Ой, как вам светло. В общем, все прекрасно видно. Классно. Я специально высоту такую сделала, чтобы вот мне свет падал не сверху, не снизу, а вот как надо. Теперь я все прекрасно себя вижу. Класс. Убрала отсюда вот эта лампа, которая занимала пол стола. И, в общем, мне очень нравится. И вот эта вот прозрачная, в общем, прикольненько так получилось. Сиди себе тут, молюйся теперь. Хочешь, бабь, его и намолюйся. Ой, я в прошлый раз, знаете, сидела, практиковала. Один глаз по одному нарисовала, другой раз по другому. И как раз брат позвонил. А его жена такая говорит, что это у тебя на глазах? А у меня один глаз так, другой так. Смотрите, руки парикмахера. Как в земле копалось. Ну, ничего, сейчас пойду посуду. Нет, не буду посуду мыть. Умоюсь. Может, что-нибудь отмоется. Ой, как все хорошо видно. Ну, вообще, я прямо это. Мне очень нравится. И такой интересный дизайн, скажем так. Вот, видите, прикольненько. Мне, в общем, нравится. Я думала, может, знаете, вот эти вот лампочки, все какие-то лампочки там делают. Ну, нет, мне эти лампочки не нужны были. Так более красиво. Мне кажется, симпатично. Что? Попрощаюсь я с вами, наверное. Потому что, что я больше-то пойду умываться. Смотрите, какая у меня там орхидея моя красивая. Видите, стоит. И встретимся с вами завтра. Всем самым лучшим. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok